Только пройдя через утренний фильтр, ребят 35-й школы попадают на уроки. Этот бесконтактный термометр позволяет измерить температуру тела учеников всего одним движением. Врач подносит прибор к лбу ребенка и тут же видит, болен школьник или здоров. Если температура есть, об этом сразу сообщают родителям. Младшие классы все-таки или старшие в основном сейчас? В основном младшие. У нас много привитых детей, у нас очень хороший процент прививаемости. Поэтому старшие в основном все с 9 по 11, все у нас привитые. За какой процент привитых? Процента 80. В этой школе амбулаторно болеет всего 12 детей. Зачастую одной медсестре со всеми школьниками не справится. Ответственность сложится на классных руководителей. Анна Менькова сегодня лично проконтролировала, как учителя краснодарских школ следят за здоровьем учеников. Покажите, как правильно моем ручки. Сначала мы трем подложки, потом мы трем между пачеками. Проветриваем сквозное помещение. Кварцевая лампа ставится каждый день на полчасика. Она в присутствии детей, она безопасна, она очищает воздух. Дети это знают, что она безопасная. Тщательно моем руки. У нас висит памятка, как правильно мыть руки. Сначала трем ладошки между пальцами. То есть они это все знают, это же первый класс. Это даже интересно. И очень много они знают о здоровом образе жизни. О профилактике гриппа в школах напоминают плакаты, памятки и сами учителя. В третьей гимназии, например, поручили детям носить чесночные амулеты. Вице-губернатор Анна Менькова отмечает, в школах ситуация стабильная. Но учителя каждый день должны напоминать детям, как защитить себя от вируса. В школе, где учатся полторы тысячи детей, мы, конечно, усилиями одного московодника не справимся. И здесь важно, чтобы учителя не были равнодушными. И все-таки эта тема должна звучать в классе. На первом уроке, пятиминутка такая короткая, о том, как чувствуют себя дети, и что нужно делать в профилактических целях для того, чтобы не заболеть. Врачи отмечают, пика заболеваемости на Кубани нет. Прежде всего от гриппа защищены привитые жители края. Таких в регионе почти половина. Поликлиники продолжают работать по особому режиму до 20 часов. Елена Касабова, Валентина Бекшаева, Денис Горбунов, Кубань 24, Краснодар.